Работы идут сразу по всем фронтам. Во дворе благоустраивают территорию, заканчивают фасадные и строительные работы. Внутри школы одновременно строят и ведут чистовую отделку. И все это под неусыпным контролем городских властей. Отделочные работы идут сверху. Первый этаж в настоящий момент, там ведутся одновременно все виды работ, начиная со строительных. Для того, чтобы через неделю подойти к отделочным работам. Качество не страдает. Качество стремимся поддерживать на уровне, для того, чтобы было не стыдно показать себе детям. 81-я школа переживает второе рождение. От старого здания здесь остались только фундамент и несущие стены. Объект оказался достаточно уникальным и своеобразным. По ходу развития событий возникало достаточно много чисто технологических проблем, которые не были учтены заранее в проектной документации. Сейчас капитальный ремонт здания вышел на финишную прямую. Установлена система вентиляции. Устранены замечания, которые сделал глава администрации в свой прошлый приезд. А именно, глухие окна в спортзале заменили на открывающиеся. На четвертом и третьем этажах все классы покрашены. Выполнено гомогенное покрытие. Ниже помещение готово под чистовую отделку. Рабочие трудятся в три смены. В рекордные сроки они готовят 81-ю школу к началу учебного года. Хотя изначально планировалось, школа примет учеников только в декабре. Если еще месяц назад у нас были очень серьезные претензии, мы говорили подрядчику, что необходимо ускорить работы и завести сюда как можно больше людей. Сегодня мы видим на объекте 120 человек, которые работают, выполняют параллельно различные виды работ. Темпы работы очень хорошие. Качество тоже удовлетворяет нашим требованиям. Мы планируем, что во дворе благоустройство будет закончено к понедельнику. Первоначально открытие школы планировалось 1 декабря. Вот в ситуации договоренности с подрядчиком срок открытия сместился на 1 сентября. Я думаю, это правильное решение и оно будет поддержано жителями Самары. Процесс капремонта подвергается и общественному контролю. Судьба школы активистов очень волнует. И родители, и дети ждут эту школу. И мы вместе с ними. Как мы, общественный совет, мы наблюдали за этой школой. Мебель, оборудование и учебные материалы уже заготовлены. К 1 сентября школа будет полностью оснащена. Дня знаний ждут не только школьники, но и малыши 225-го детского сада. В дошкольном учреждении также подходит к завершению капитальный ремонт. Но по качеству работ Олег Фурсов сделал ряд замечаний. На шкафчиках скола, не над всеми входными дверями, установлены козырьки. Хорошо, что мы приехали. Я увидел вовочую, что здесь происходит. Мы такой садик с таким качеством детям и должны. Глава администрации Самары дал две недели на исправление недочетов. Детсад должен быть сдан в безупречном виде. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События.